друзья я приветствую вас на канале алекс дозор и так хотелось бы сказать что я приветствую вас в этот светлый воскресный день но не получится потому что он не светлый я от сейчас у меня суббота и перед тем как я сел записывать видео про данный аппарат был ракетный удар по харьков не один за целый день но самое что страшное наверное ну они все страшные самый массовый это торговый строительный центр попала и там были люди много людей и сотрудники тех кто пришли и это просто ужас это вот буквально в 4 километров от моего дома и я как бы если еще есть кто-то кто думает тут о какой-то освободительной операции которая пришла освобождать русскоязычное население которое тут вроде как кто-то где-то когда-то угнетал я вам скажу что это геноцид как раз вот этого русскоязычного населения теми кто прикрывается каким-то нелепым освобождением и просто бьют по паркам по жилым домам по торговым центрам и где нету и близко никогда не было никаких военных объектов а просто уничтожают жителей города харькова и не только вот харькова просто сейчас достается больше всего друзья давайте на этом попытаемся на грустном закончить и перейдем к герою сегодняшнего обзора это знаете кто это диджитал аудио кодек так написано а вообще это цапа усилитель донгл от tp от епз тпр 20 про очень интересное устройство очень такое скажем так внушающая ну об этом обо всем позже я хочу сразу перед вами извиниться за то что видео про этот аппарат выходит чуть раньше сама его распаковки он будет в распаковке в следующее воскресенье ну на данный момент у меня просто нету не было подходящих объектов для обзора для воскресного обзора вы знаете что я стараюсь по воскресеньям снимать распаковки какие-то может быть вольные видео и обзоры на источники и вот как бы чтобы в это воскресенье мы не остались без курс но чтобы мы не остались без видео я решил взять оттестировать и рассказать вам свои впечатления по данному устройству я надеюсь вы меня за эту легкую вольность все-таки простите да вы вспомните да что вы самая лучшая комьюнити другого тут у нас на канале нету все кто как бы не очень ребята отлетают и отпадают очень быстро много что им сразу начинает не нравится начинают об этом писать и получают обратную связь такую что вылетают со свистом с канала ну и все правильно я лично хочу чтобы на моем канале были только действительно нормальные настоящие добрые люди и вот это вот все что вы самое лучшее комьюнити я говорю не просто так я верю у меня смотрят хорошие добрые люди а все осталось за бортом очень хочется сказать спасибо вот этим людям это те люди которые поддерживают мой канал кто-то отдана там кто-то является спонсором канала куда присылает разные вещи для обзоров и полный список в описании ролика там facebook инста заходите обязательно в инстаграм очень бы хотелось увидеть там больше подписчиков для меня это важно там практически нету никакого отклика а я действительно стараюсь вот есть поручатиков телеги канал для продаж того что уже отработано материал на на канале чтобы что-то купить новое и это тоже важно потому что у меня уже три полки занято всем кто-то приобрел у меня вы реально сможете помочь мне приобрести новые образцы и вообще не быть в полной то место в которое лучше не попадать по финансовой части потому что ну реально кучу денег застряли в этих делах очень хочется сказать спасибо дмитрию огромное который сегодня забрал у меня два достойных девайса я все это они сегодня еще будут на столе они будут принимать сравнение будет сравнение с этого аппарата с другими с другими источниками звука вот и забрал даже по такой завышенной цене просто чтобы помочь мне и моему каналу дмитрий вот огромнейшее спасибо за помощь это тоже как огромный такой донат на на развитие это же не могу сказать что на развитие канала просто на на поддержание меня и моей семьи так наверное будет даже даже правильнее ну что друзья давайте начинать и начнем мы с комплекта поставки из внешнего вида и так друзья вполне симпатичная стильная коробочка где нанесен print модели где нанесен бренд название самой модели все это на таком карбоновом фоне об этом чуть-чуть попозже сейчас поймете также указаны технические характеристики из основного или из главного писем у нас здесь 32 бита на 384 килогерца dsd 256 2 выхода да у нас здесь три с половиной и 4 и 4 так вот тока число у нас одинаковая 4 в рмс на оба выхода ну понятное дело что мощность будет разная на простом несимметричном три с половиной у нас 121 милливатт на канал на 32 ома а на 4 4 балансном все дела обстоит помощней поинтересней да и как бы звук сам поинтереснее но опять-таки об этом позже и там 171 милливатт на 32 ома ну и частотка 20 герц 20 тысяч герц в принципе в принципе все о чем здесь можно говорить других данных у меня по этой модели нету спрашивали за операционники ну честно говоря нашел какие стоят старшие модели какие стоят в этой непонятно если кто знает милости прошу комментариях дополните пожалуйста это дело и так коробочка открывается а под упаковочкой мы имеем сразу карточку пусть и между самыми техническими характеристиками и с указанием кнопок ну схема того где какие кнопки расположены какой там индикатор и все дела сам аппаратик тоже симпатичный карбут карбоновая такая вот вставочка мне писали когда я выпустил шорт что карбон как ты любишь адвен писал вот дело в том что я не люблю карбоновые вставки на кабелях они смотрятся когда-то это было вот классно прикольно когда это только появлялась в последнее время появились столько разных моментов интересных ну хотя бы даже в металле это смотрится интереснее и прикольный карбон как-то дешевит внешний вид кабеля но это как по мне это мое личное мнение а здесь же кстати абсолютно обратная тема здесь карбоновая вставка мне нравится допустим у той же sonata bhd от темпотек там глянцевая такой вот под стекло сделано покрытие она залапывается очень сильно а карбон здесь не собирает отпечатков пальцев такой вот как бы нормальный бонус видим мы здесь три кнопочки громкость регулировка play пауза и с другой стороны кнопочка для гейна вниз у нас это скорее всего логин ну как бы низкий день вверх и здесь два положения гейна не не 3 не 4 не 5 как последнее время на на этих самых на заряженных плаерах а все по старому когда всего лишь было помните были времена когда было всего лишь два положения ей на вот теперь 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 их стало больше имеем кабель вполне себе такой симпатичный сносный кабель а в сравнении допустим с теми же самыми конкурентами с mondrop даун про с темпотек sonata bhd здесь такой самый жирный кабель как на вид так и по звуку он тоже достаточно достаточно неплох вот но допустим шанлинг l3 будет будет поинтереснее в любом случае я сейчас понимаю что могу нарваться на хит в комментариях и скажут как цифровые кабели могут влиять на звук и даже об этом спорить не хочу говорить не хочу просто как-нибудь попробуйте на досуге ну что-нибудь взять такое тоненькая паршивенькая и взять вот как от mondrop допустим это вообще ужас это это креп крепкий здравствуй ужас я кошмар и взять какой-нибудь уже более такой поинтереснее кабель и сравнить самому сделать для себя собственные выводы для себя я выводы сделал что что и как и об этом я уже не раз говорил до этого и сейчас мы точно не будем об этом говорить сейчас мы будем говорить о том как собственно звучит данное устройство а звучит данное устройство очень даже ничего особенно с оглядкой на то что это бюджетное устройство стоит она 57 долларов это чуть меньше чем 2300 гривен и среди своих конкурентов это скажем так будет будет кандидат кандидат вот но об этом чуть чуть позже давайте сейчас просто просто вот я поделюсь с вами теми впечатлениями которые я получил от прослушивания данного аппарата первое прослушивание у меня было на наушниках танжи кара вот они лежат красавицы потому что я как раз готовлю на кару обзор на этот вторник ну и понятное дело что с них все это дело было иначе ты кстати тоже такие хорошие техничные аналитичные ушки светлые прозрачные которые хорошо показывают разницу между звучаниями тех или иных источников тех или иных аксессуаров таких как кабель амбушюры вот те же то же самое вот одни из моих любимейших наушников это селест феникс кол уже светлые хорошие наушники которые очень хорошо годятся для изучения для мониторинга для выявления всех нюансов звукоизвлечения этим хай-фай p1 плюс планары практически с ровной ащх ну там с нюансами никак не запишу на них обзор уже давно использую их как референсные а до обзора руки не доходят но наверное надо будет это дело в ближайшем времени исправить и поделиться своими впечатлениями от них в том числе чтобы вы понимали почему я использую для референса так вот принципе все эти наушники показали одно и то же одно и то же так как наушники светлые умеют детали все и они очень чувствительны к этим моментам они сразу показали что у аппарата насыщенный насыщенный звук по всему по всей протяженности а чиха есть насыщенность есть передача тела инструмента есть вот какая-то мощь такая вот харизма есть и детальность это не светлое детальное сухое техничное устройство вот сразу хочу вам сказать нет это такой вот с меломанским музыкальным уклоном устройства здесь нету какой-то такой вот сглаженности нету потери каких-то вот моментов в плане детальности плане детальности обертанов но упор стоит упор стоит больше знаете на какую-то такую харизму в плане мощи напора в плане объема в плане насыщенности вот вот такой звук выдает епз тп 20 про и бежу для этого ценового сегмента это такой увлекательный меломанский звук давайте давайте чуть подробнее сразу вот все вот эти вот светлые наушники лежащие у меня на столе сразу получили насыщенность на низких частотах а изначально изначально я прослушивал на 4 и 4 ну мне больше всего интересно интересен звук именно с этого разъема потом я уже с 44 перешел на три с половиной вот и я вам скажу что это тот аппарат который надо слушать 4 4 как тут надо пользоваться балансным подключением или как последнее время говорят что это не совсем балансное подключение а подключение с раздельной землей не хочу ни с кем спорить я привык что 4 4 или там 2 и 5 это балансное симметричное подсоединение и я так и буду скажем изъясняться так вот очень так вот я живу мощно насыщенно сразу вот на низких частотах чувствуется то что этим наушникам не хватает скажем так с более светлых более техничных устройств на этом устройстве сразу появляется вот это вот музыкальность вот этот вот уклон в меломанство когда и объем и насыщенность на низких частотах она присутствует одновременно не в потерю детальности и где нету смаза по ударам все четко все точно эти наушники могут показать палочка от палочки как как там вот все падает на барабан и это устройство им при этом не мешает она насыщает делает плотнее делает более так мощнее да ну даже не только низ а весь диапазон а чеха но не ворует у наушников детальность а оставлять и не подчеркивает скажем так эту детальность сверх меры не раз не делает вот ширину хотя в ширину средняя сцена строится и в глубину тоже цена строится средне есть нету смаза что все стоит в одну линию нету такого как бы когда ты не понимаешь где за кем какой инструмент стоит все четко и понятно если вокал впереди тон впереди если гитары чуть-чуть должны звучать на легком легком отдалении от той же барабанной установки так все это дело здесь и происходит то есть в детальность ничего у вас не сворут ничего у вас не заберут если ваши наушники могут а данное устройство тоже вам обязательно покажет детальность моменты со струнами есть знаете темно такое вот насыщение которое добавляет немножечко самую малость жирка объема и насыщенности не забирая у характера не забирая какой-то остроты не забирая эмоциональности у струн то же самое делается и с вокалом точно также и с перкуссионными инструментами поступает данный аппарат дает им насыщение вот не забирая от детальности до детальность в это в этом случае не выходит на первое место она получается как бы немножечко своим смысловом насыщение отходит назад и больше больше приходит вот этой вот мощи объема насыщенности что что довольно таки хорошо для данного устройства в чем все вот ну все звучит равномерно на выходе 4 4 все звучит достаточно равномерно с эшелонированием не сверх там глубоким не со сверх там вообще таким что прям до метра ты понимал как назвать но четкое понимание расстановки инструментов есть и вот быче тоже абсолютно грамотно нормально на своем месте находится там где оно и должно быть вот на не выпирая вперед не задвинута назад и где-то вот в среднем положении находится но это с выхода а 4 и 4 переключаюсь я на три с половиной и какую получаю я картину чуть-чуть схлопывается сцена становится меньше отодвигается есть впечатление такое что как бы что-то становится лучше как-то как-то ну становится неестественно вот не знаю почему вообще начинают выходить вперед выпирать гитары сильнее это двигаются назад ну и то есть как-то как-то место сам барабанной установки на низких частотах становится мало но более замкнута она более вот съезживается и так вот сильный крепкий контраст ну как по мне это устройство вот оно создано для того чтобы его слушать на высоком гене из выхода 4 и 4 то что я услышал на три с половиной мне уже не так понравилось как как вот на 4 4 вау классно прикольно насыщенно объем на все детали на месте ну хорошо переключаюсь на три с половиной такой опа опа подождите что-то от меня-то двинулась вы че стало но может если кому-то надо вот что-то про мониторить на вы че и прямо вот как бы чтобы они выделялись ну тогда да тогда можно уйти на три с половиной но как как-то все вот потерялась знаете как будто бы ты был на концерте стоял ну давайте возьмем какой-нибудь то есть зал с со сцен ну то есть спортивные то есть вот этот вот зал когда ты находишься вот стоит и ты был практически у самой сцены очень близко ко всему этому все видел все вот происходило прям вот для тебя и ты вышел в туалет вернулся и оказался так вот хорошо сзади и тебе надо назад пробиваться вперед на то место где ты находился где все твои друзья я думаю для многих такая картинка знакома потому что в молодости всегда пытаешься пробиться туда вперед и вот вот это вот впечатление когда ты возвращаешься туда назад и и ты далеко находишься и вот тут вот тут вот я получил такие же ощущения с перехода на три с половиной почему так разительно разный звук вот конкретно обычно плюс минус примерно одна и та же подача устройства здесь это происходит происходит по-разному как так не знаю ну давайте подведем итоги с 4 4 это широкий насыщенный детальный хороший объемный мощный звук с три с половиной звук на отдалении становится худее тускнее нет такого насыщения нет такого передачи тела вот но как какая-то вот такая отдаленность при которой ты можешь больше вот особенно в отче и вот струнные вот эти вот моменты там где они резкие позваны по послезвучия струнных то есть они как-то как-то не ясней они дальше поэтому яснее не не могут быть но они больше на себя привлекают внимание как бы сразу вот они получаются а с 44 все-таки сначала вот вот это вот мощь и она но туда вот ближе к барабанной установки вот оттуда ванну и и вокал и вот и барабанная установка на низких частотах вот она больше заявляет о себе ну и теперь пару скажем так пару-тройку слов о сравнении данного устройства уже смотрите сравнивать героя нашего сегодняшнего обзора с такими устройствами как да вон про от mondrop или к 3 от фио вот q 3 от фио я не вижу никакого смысла потому что совсем другая философия звука наш сегодняшний герой обзора насыщенный мощный объемный напористый а вышеперечисленные устройства это светлые техничные детальные устройства то есть это на разный абсолютно разный вкус не для разных целей для разных людей я люблю светло техничного устройства от абсолютно честно я говорю я бы выбирал что-то вот из этой вот кучки но последнее время очень многие многие люди говорят что устали от такого вот сухого техничного детального светлого звука или хочется чего-то насыщенного мощного объемного и поэтому спрос рождает предложение поэтому на рынке начинают появляться устройства которые вот собственно и дают это насыщение поэтому давайте дайте со всей моей любовью и уважению к светлым источникам я уберу их со стола потому что ну никакого смысла в этом сравнении особого нет я уже сравнил там свет техничность сухость и детальность здесь насыщенность мощь и объем это вот разница между теми устройствами и epz tp20 pro а вот одноклассники в звуке смотрите темпотек и третий смотрите сонатка тоже от темпотек bhd и epz tp20 pro они играют очень очень схожи и вот здесь уже сравнение становится более интересным все таки какая же разница между этими устройствами и какое купить какое выбрать ну герой нашего сегодняшнего обзора tp20 pro поэтому будем говорить относительно него относительно него sonata bhd играет более скажем так ровнее чуть плотнее плотно а насыщена но меньше объема меньше мощи и меньше напора но тем не менее у sonata bhd получается больше внимания детальности я не могу сказать что детальности здесь больше нет ни в коем случае я этого не скажу я могу подметить только то что из-за того что мощи напора и объема меньше она детальность становится более читаемой более скажем так выразительной и более простой в понимании в ощущении при прослушивании если среди вот этой вот всей мощи объемности у tp20 pro в детальность надо вот вникнуть ну не то чтобы прям вот найти ее там с увеличительным стеклом нет ну скажем так а что тут у нас по деталям под сосредоточиться на этом моменте и вот тогда ты понимаешь что все детально все хорошо то здесь просто это как вот как явнее происходит но вот если если брать по скажем так так по-настоящему почему-то крутится но он чуть-чуть не то будет отображать понимаете детальность скорее всего чуть больше у tpr20 pro от epz потому что она прям пробивается через эту мощь прям проходит через этот объем ее ни в коем случае не меньше то есть она наоборот она она мощнее она более такая вот как бы пытается вырваться и показать вам всю себя а здесь же на более таком плотно но чуть спокойнее скажем так выдается подача ненамного это вот вообще мини-мини такие вот нюансы 57 процентов вот где-то в этих числах мы гуляем не не огромнейший разнос вот но все же вот объема и мощи больше здесь и и же и соответственно как бы детальности получается тоже больше здесь она лучше читаем здесь чуть крупнее образы чуть насыщеннее тело чуть вот как бы понимание инструментов становится как-то вот знаете проникновение не лучше а проникновение а здесь просто вот более более открыто эти вещи показываться а вот если сравнивать с темпотеком и третьим тут чуть другая картинка он такой знаете более рыхлый более такой вот раз не расползающийся рассыпающийся такой обволакивающий чем понятно темпотек бежда на более плотнее вот чем герой нашего сегодняшнего обзора чем tp20 про от epz то есть по сравнению с ним уже tp20 pro кажется чуть плотнее и чуть насыщеннее вот мы опять таки это вот вот совсем-совсем в таких вот очень маленьких скажем так зазорах в очень маленьких цифрах если мы будем брать процентах происходит не больше вот чем 757 процентов вот такая вот разница а так а одном уровне то есть насыщенный мощные такие вот с хорошим с хорошим телом с хорошей с хорошей энергией аппараты ну так чтобы подвести итог и уже выпустить сюда нашего пушистого технического эксперта а кто сюда именно выйдет я еще не знаю сейчас первый из клетки выскочит того и возьму то ли наша стажер ализанька шершила то ли наш завсегдатый профессор желтик но перед тем как это сделать я хочу все таки вот так вот подметить если бы я расставлял эти устройства как-то для себя в приоритете и выбирал именно с меломанской то есть отбросим что мне нравится светлый техничный звук а вот если с этого убеждения я бы наверное 3d этих 3 устройств выбрал бы тогда темпотек сонату на бэжди вот но опять-таки зачем если есть более светлые техничные устройства а если выбрать с меломанской стороны вот это вот со стороны насыщение мощи объема передачи атмосферы передачи вот звука как насыщение прям им либо наверное выбрал ну не наверное а все-таки tp20 про потому что он между двумя вот вот этими вот устройствами тут как бы чересчур так все ну не в общем то есть а если брать среди трех вот этих устройств тут более рыхло так здесь более собрано а здесь скажем так он собрал лучшее наверное из двух этих устройств и плотность и мощь и все-таки не лишен деталей я бы наверное вот на немножечко в пол корпуса с отрывом выходит именно звук именно звук tp20 про ну а если как устройство то для меня лучше чем плеер уж извините тут нет устройства поэтому тут даже не думая вот вот эти вот пять процентов они не не повлияют на то чтобы я взял себе свисток они плеер то есть тут вот 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 такую вот такой вот момент вот такой критерий вот так вот хотелось с вами поделиться ладно как-то тяжело мне дался этот обзор сегодня много нервов было за день тяжело все это все происходящее сейчас у меня не то что в стране у меня прям под домом вот поэтому поэтому будем будем уже приближаться к его окончанию все выпускаем экспертов ну что друзья а вышел к нам наш стажер наш младший технический эксперт шиншилла лизочка кто не знает прошу любите жаловать она тоже теперь принимает участие в наших съемках тот момент когда желтик начинает морозиться и забегать куда-нибудь наверх в домик или еще в какую-то норку приходится брать лизу так что я понял аппарат понравился аппарат заценила молодец она по-моему это перенимает повадки желтика иди не бойся по моему перенимает повадки желтика сначала такая замерла присыпила мою бдительность а потом раз и кинулась на аппаратик по ходу учит ее там нашептывает ей на ушко выйдешь говорит замри а потом кинься говорит схватишь и неси в клетку клетку неси не надо в клетку я там сейчас вкусняшку заработала молодец все друзья давайте заканчивать наше сегодняшнее видео на этой счастливой ух ты это еще убежала а кто убежала на этой счастливой ноте ты молодец так не надо только кусать микрофоном денег стоит вот я скажу вам что добро вокруг нас это то добро которое мы приносим в этот мир и только от нас зависит каким будет этот мир вокруг нас всем всего доброго друзья пока